МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пытался перейти границу по болоту. Пограничники задержали Хасита, который пошел на прорыв. В обстановке в пунктах пропуска, борьбе с нарушителями и правовом образовании. Репортаж Вероники Гомзюковой. О работе таможенных постов, инновациях и задачах гомельской таможни поговорим с начальником ведомства Феликсом Ешковым. Начнем с обзора происшествий за прошедшую неделю. Прокуратура Гомельской области направила в областной суд уголовное дело в отношении ранее судимого 19-летнего парня. Ему инкриминированы убийства с особой жестокостью, кража, хищение и уничтожение паспорта. В начале апреля этого года в лесу Калинковического района обвиняемый распивал алкоголь с незнакомым мужчиной. В какой-то момент между ними возник конфликт, и молодой человек стал избивать обидчика. От полученных травм тот скончался на месте. Житель Хонингского района похитил личные вещи убитого и его паспорт, который затем уничтожил. Одним из доказательств вины стала ДНК 19-летнего парня, обнаруженная экспертами на окурке места происшествия. Дело находится на рассмотрении в Гомельском областном суде. Ветке в ДТП пострадала девушка-подросток. 26-летний водитель автомобиля «Жигули» двигался по улице Луначарского в районе автовокзала. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В результате школьница получила телесное повреждение и была госпитализирована. В деревне Меркуловичи Чечерского района грузовик наехал на 9-летнего мальчика. Ребенок двигался на велосипеде вдоль обочины, а машина совершала опережение, и в этот момент, по предварительной версии, мальчик решил повернуть налево. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Нашел ключи от Мазды и угнал автомобиль из-под носа у хозяина. В Гомеле пьяный мужчина решил прокатиться с ветерком на машине соседа. Милиционерам рассказал, что попытался дозвониться хозяину, но тот не снял трубку. И поэтому джентльмен у дачи решил ковать железо, не отходя от кассы. Около дома номер 1 на проспекте Ленина его остановил экипаж ГАИ. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержан бесправник, который смог уйти от погони ГАИ в Турове. Инцидент произошел 6 сентября. Внимание экипажа привлек тонированный ВАЗ без регистрационных знаков. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот пошел в отрыв. В ходе преследования водитель автомобиля «Жигули» грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности дорожного движения. В какой-то момент он выехал в поле и там скрылся. Позже сотрудники ГАИ нашли нарушителя. Им оказался 17-летний житель Брестской области, который в марте уже привлекался к административной ответственности за езду бесправ. В Жлобине горел двухэтажный жилой дом. В момент возникновения пожара хозяйка находилась на первом этаже. Она покинула помещение самостоятельно. По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили в комнате обгоревшее тело сына владельцев участка. Основная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Еще один жилой дом пострадал от пожара в Рогачевском районе. Хозяева дома покинули его до прибытия сотрудников МЧС. Однако при попытке самостоятельного тушения мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Огонь уничтожил кровлю и имущество в доме. В областном центре горело неэксплуатируемое производственное здание на улице 8-й Нагородний. Открытый огонь был виден над крышей складского помещения. Спасатели, которые прибыли на место ЧП, оперативно справились с возгоранием. Пострадавших нет. Повреждена кровля и стены здания. Предварительная причина пожара – поджог. В Рогачевском районе женщина подожгла мужа, а потом попыталась покончить с собой. Столь активным действием предшествовал конфликт, который произошел между супругами на почве ревности. Она облила его бензином и подожгла. Огонь быстро распространился по одежде и по дому. Мужчина выбежал на улицу и смог потушить на себе фламя, а женщина попыталась покончить с собой. Обоим вовремя оказали медицинскую помощь. Мужчина с ожогами различной степени тяжести в больнице. За покушение на убийство возбуждено уголовное дело. Украинские пограничники задержали Хасида, который попытался перейти границу по болоту. 42-летний гражданин Израиля был обнаружен группой военных. На него составили протокол и вернули в Беларусь, запретив въезд в Украину сроком на 5 лет. Почти полкило марихуаны хранил в квартире житель Жлобина. 29-летний неработающий мужчина находился у сожительницы. Именно там оперативники и нашли вещество растительного происхождения. По заключению экспертов, это была марихуана общим весом 450 граммов. Со слов задержанного, наркотик он хранил для личного потребления. А в Лельчицах 27-летний мужчина выращивал коноплю на приусадебном участке. Для растений молодой человек смастерил теплицу. Затем собранный урожай приготовил к употреблению. В его доме было обнаружено более 10 граммов марихуаны. Также нашлись приспособления для курения, лейка и удобрения. Возбуждено уголовное дело. Воскресенье 20 сентября с профессиональным праздником поздравят тех, кто ежедневно борется с нелегальной миграцией, нарушением административного законодательства и обеспечивает бесперебойное оформление грузов и товаров в стране. В Беларуси в 23-й раз отметят День таможенника. На что делают акцент в Гомельской таможне сегодня в следующем материале. В канун своего профессионального праздника белорусские таможенники усиленно работают. Это связано с тем, что пункт пропуска Новая Яриловича 16 сентября закрыт. Продлится это до конца месяца. На нейтральной территории в пункте пропуска Новая Гута стоят десятки фур. Водители волнуются. Некоторые из них везут скоропортящийся товар, который нужно доставить в срок. Белорусская таможня предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить максимальный пропуск и перемещение грузов и физических лиц. Рекомендуем учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы. Еще на минувших выходных на белорусско-украинской границе было оформлено 900 грузовых транспортных средств. После ограничения движения через Новая Яриловича количество фур уменьшилось в более чем 3,5 раза. Всего 247 грузовиков. Существенное падение негативно сказывается на эффективности и результатах внешнеэкономической деятельности. Порядка 150 таможенников отправлены в пункты пропуска Новая Рудня, Камарин и Веселовка. Данные меры приняты для того, чтобы более оперативно происходило таможенное оформление грузов и товаров, а также чтобы не было задержек на границе. На работающих пунктах пропуска для предотвращения распространения COVID-19 продолжает действовать ряд мер. Теперь не нужно размещать продукцию на экспорт в зоне таможенного контроля. Организованы зеленые коридоры для товаров первой необходимости. Запуск машин с таким грузом проходит вне очереди. Также продолжают работать отдельные электронные почтовые ящики в ведомственных пунктах таможенного оформления. Это позволяет оперативно предоставлять должностным лицам таможни документы и сведения, необходимые для совершения таможенных операций. Должностные лица, которые контактируют и проводят контроль граждан, которые перемещаются с границей товаров, проводят они обеспечены масками, резиновыми перчатками, также дезинфицирующими средствами. Сторонними организациями производится санитарная обработка территории, всего пункта пропуска. Где-то три раза в сутки административное здание РПТО «Новая Агута» тоже проводится дезинфекция всех помещений, там, где находятся должностные лица. Продолжается работа и по выявлению нелегальных товаров. В июле этого года из России в Беларусь пытались ввести 800 килограммов молочной продукции. Нагруз документов не было. Таможенники вернули продукцию обратно в Россию. Периодически выявляют и нарушителей других категорий. В августе в пункте пропуска «Новая Агута» собака нашла спрятанные в сумке украинца три свертка с марихуаной. Таможенный досмотр подтвердил реакцию собаки. В личных вещах украинца был обнаружен полимерный пакет, в котором находилось три бумажных свертка. После вскрытия одного из свертков установлено, что в нем находится вещество растительного происхождения зеленого цвета. 48-летний украинец не смог ничего объяснить по поводу нахождения данных запрещенных веществ у себя в личных вещах. Еще один случай произошел спустя месяц. Собака обнаружила марихуану у украинца. В кармане брюк мужчина перевозил полимерный пакет, в котором находилось измельченное растительное вещество зелено-коричневого цвета. Как пояснил 42-летний гражданин, марихуану он вез для себя, чтобы потребить перед поездкой. Однако данный факт не спас украинца от уголовной ответственности. Про ответственность, законы и работу таможни можно узнать даже в школе. Для профессиональной ориентации детей и молодежи созданы и успешно функционируют таможенные классы. На сегодняшний день в нашем регионе есть шесть профильных классов. Пять из них в Гомельской средней школе номер 19 и один в Мозельской средней школе номер 8. Всего 138 учащихся, которые в будущем планируют связать свою жизнь с таможенной службой. Я хочу быть таможенником, потому что хорошая зарплата. Мне нравится, как это все обследуют, ищут. То есть можно так даже чьи-то жизни спасать. Я бы хотела, потому что это очень интересно и хорошая зарплата. Ну, здесь очень строго надо носить форму, потому что эта форма, это, во-первых, твое обличие. И если у тебя не будет галстука, то есть ты уже не полноценный таможенник. Впервые преподаю в таможенном классе. И если сравнивать с обычными классами, то в первую очередь, наверное, следует отметить это дисциплинированность учащихся таможенных классов, наверное, какую-то их осознанность выбора этого направления и более сосредоточенность, наверное, на том предмете, на котором, ну, конкретно я преподаю. Это русский язык и русская литература. И если мы с ними говорим о каких-то нравственных темах, что касается чести, достоинства, мужества, то таможенные, ребята из таможенных классов выдвигают очень такие интересные мысли, делятся какими-то своими такими жизненными наблюдениями. Ну, наверное, вот это и есть такая отличительная черта от других, скажем так, нетаможенных классов. В этом году штат Гомельской таможни пополнили 12 человек. Накануне профессионального праздника они приняли присягу. Руководители ведомства отметили, что новым сотрудникам предстоит работа, требующая внимания, серьезного знания закона и постоянного самосовершенствования. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Де Факто». 20 сентября – день белорусского таможника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1996 году указом президента. 29 лет таможенная служба Беларуси стоит на страже границ и экономических интересов государства. Успешно развивается, оформляет миллионы тонн грузов, борется с различного рода контрабандистами, регулирует потоки миграции и выявляет нарушения административного законодательства. Прямо сейчас в студии программы «Де Факто» о результатах деятельности сотрудников Гомельской таможни и правилах пересечения госграницы мы поговорим с начальником этого ведомства Феликсом Юшковым. Феликс Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала от лица телеканала «Беларусь-4» разрешите поздравить вас и ваших сотрудников с предстоящим профессиональным праздником. Большое спасибо. Феликс Валентинович, каковы результаты оперативно-служебной деятельности Гомельской таможни за 8 месяцев 2020 года? Я здесь бы в первую очередь говорил о качественных результатах нашей работы, тех, которые характеризуют взаимодействие, взаимоотношение между бизнесом и таможней, между субъектами хозяйствования и гомельскими таможенниками. Наверное, из самого такого значимого и важного назову, что более 90% экспортных товаров оформляются в Гомельской таможне за времени, превышающие 5 минут. Более 90% импортных товаров в регионе деятельности нашей таможни оформляются в течение времени, превышающего 2 часа. И по таможенному процедуру таможенного транзита мы также более 90% товаров помещаем за времени, превышающие 10 минут. Это, я думаю, серьезный результат. Да. При этом за 8 месяцев текущего года через границу переместилось порядка 750 тысяч физических лиц, почти 300 тысяч единиц транспорта. Если говорить о правоохранительной составляющей нашей, то самостоятельно таможня возбудила 5 уголовных дел, причем 4 уголовных дела за незаконное перемещение наркотических средств через границу, одно уголовное дело в связи с тем, что лица уклонялись от уплаты таможенных платежей. И по нашим материалам, иными правоохранительными органами возбуждено 19 уголовных дел, причем 10 уголовных дел из этих 19 возбуждено также за незаконный оборот наркотиков. Это говорит о том, что совершенствуются не только системы таможенного оформления, но и средства контроля за нарушителями законодательства. Безусловно, мы стремимся совершенствовать как сами технологии совершения таможенных операций, а также мы совершенствуем наш инструментальный контроль. Но я здесь не стал бы говорить конкретно о технических средствах таможенного контроля, я бы говорил о совокупности вот этих средств, которые помогают нам осуществлять контрольные операции. Это и программное обеспечение, обеспечение программные продукты, и непосредственно сами технические средства таможенного контроля. И вот совокупность вот этого инструментария, она позволяет нам достаточно качественно выполнять свои обязанности. Что можно говорить об инновациях в системе таможенного оформления, которые были внедрены за последние 5 лет? Таможня всегда открыта для чего-то нового, и мы приветствуем какие-то новации в нашем деле, которые помогают работать, которые сокращают время проведения таможенных операций. И вот такие подходы, они дают свои определенные плоды. Я бы назвал такую замечательную вещь, как автовыпуск товаров. То есть выпуск товаров в заявленных таможенных процедурах, которые происходят вообще без участия сотрудника таможенного органа. Далее я бы хотел сказать о том, что таможенными органами, Гомельской таможни в частности, достаточно часто проводятся различного рода эксперименты. И к таким вот я мог бы отнести отсутствие необходимости размещения товаров, которые помещаются под таможенную процедуру экспорта, на складах временного хранения. То есть такие товары экспортируются прямо со складов предприятий экспортеров. Далее есть такой подход к железнодорожным, вернее, к товарам, которые перемещаются к железнодорожным транспорту, как бестранзитная технология. То есть в Калинковичах, в Гомеле, на железнодорожных станциях те товары, которые поступают на эти железнодорожные станции, далее направляются на склады получателей без помещения этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. Если касаться физических лиц, то для них обеспечена возможность заполнения таможенной декларации, пассажирской таможенной декларации, в том случае, когда это необходимо, при помощи компьютера и иных каких-то гаджетов до прибытия в пункт пропуска, а с тем, чтобы таможенные органы по своим системам электронным уже получали эту декларацию и заранее знали, какие товары везет гражданин. И это сокращает время совершения таможенных операций в отношении таких товаров. Более того, наши пункты пропуска оборудованы или обеспечены бесплатным Wi-Fi. Тоже может гражданин, пересекающий границу, этим воспользоваться. Есть система, которая обеспечивает подтверждение соблюдения норм технического регулирования без предоставления бумажных экземпляров соответствующих разрешений в таможенные органы. Вся информация содержится в соответствующих информационных продуктах и таможня получает самостоятельно все эти сведения о подтверждающих документах. Можно еще много говорить о тех инновациях, которые в таможенной сфере используются, но это, наверное, основные из тех, которые есть. В пункте «Новая ГУТА» планируется строительство инспекционно-досмотрового комплекса. Что это такое, что за проект и каковы планы на его реализацию? Это проект в рамках международной технической помощи. Действительно, в пункте пропуска «Новая ГУТА» предполагается разместить инспекционно-досмотровый комплекс. И с его появлением у нас будет гораздо больше возможностей для выявления нарушений таможенного законодательства. Инспекционно-досмотровый комплекс позволяет быстро, без выгрузки товара, убедиться в том, все ли сведения о товаре перемещаемым заявлены достоверно. При пересечении госграницы, при прохождении пунктов таможенного оформления сегодня, учитывая обстановку в стране и обстановку за пределами нашего государства, что вы хотите посоветовать гражданам, которые все-таки пересекают на межу и выезжают в поездки за границу? Какие будут советы? Может быть, по перемещению лекарственных препаратов или других каких-то видов товаров и вещей? Я думаю, в самом общем смысле посоветовать соблюдать таможенное законодательство и законодательство Республики Беларусь. Не лишним было бы для себя, наверное, вспомнить, освежить в памяти и законодательство той страны, в которую собирается гражданин выехать. А то, что касается правил перемещения конкретных видов товаров, если кто-то сомневается в том, что знает, как правильно их перемещать, лучше проконсультироваться в таможне. Сегодня Гомельская таможня активно заботится, скажем так, о подрастающем поколении сформированы классы Гомельской таможни. Расскажите об этом проекте, успешно ли он реализовывается и каковы цели, каковы задачи стоят? Хочу начать с того, что Государственным таможенным комитетом именно подготовке будущих таможенников уделяется самое большое внимание, придается огромное значение этому процессу. И в определенное время было принято решение, что, наверное, готовятся к тому, чтобы стать таможенником, молодые люди начинали со школьной скамьи. И вот на сегодняшний день практикуется создание таможенных классов, так называемых, в школах. Безусловно, это все происходит по желанию самих учеников, по желанию родителей, по согласованию с администрацией школ. В этой ситуации школьники, они знакомятся с какими-то определенными нюансами, наверное, общедоступными деятельностями таможенных органов. Мы рассказываем им о своей работе. Да даже вот такой элемент, как ношение определенной формы таможенной, так называемой, для школьников, оно тоже каким-то образом и дисциплинирует, наверное, и стимулирует получение новых знаний. Идеально было бы, чтобы все выпускники, школьники потом получали бы профессию, специальность специалиста таможенного дела. Но понятно, что это был бы идеальный вариант. Мы реалисты, но даже если некоторые из этих школьников изберут потом для себя профессию сотрудника таможни, это будет очень хорошо. Ну, а другие, избравшие для себя другой какой-то путь в жизни, наверное, тоже будут осознавать, что те знания, которые получены в таможенном классе, они пригодятся в дальнейшей жизни, в дальнейшей деятельности. Феликс Валентинович, я благодарю вас за конструктивный и содержательный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Вы когда-нибудь видели, как большой корабль останавливают два трактора? Посмотрите, выглядит впечатляюще. До такого могли додуматься только китайцы. Из воды и прямо на сушу, по надувным подушкам, а остановили эту многотонную посудину всего лишь два небольших трактора. По сопоставлению габаритов транспортных средств картина вышла необычная. Еще одно неординарное видео из Поднебесной. Водитель этого грузовика прикрепил к машине водопроводную трубу, чтобы выпрямить ее на дороге и уложить в траншею, но немножечко не рассчитал. Не все автомобилисты смогли понять его задумку. Водитель этого грузовика поехал напрямик через препятствие. В итоге труба изогнулась, устремилась вслед за машиной и сбила с ног пешехода. К счастью, тот получил только синяки и ссадины. Мгновенная карма настигла грабителя в Бразилии. В составе организованной группы мужчина попытался остановить случайного автомобилиста, наставив на него пистолет. Но водитель оказался не промах. Вместо тормоза нажал на педаль газа и прокатил гангстера на капоте. Прийти на выручку не успели даже напарники налетчика. Видимо, досталось ему не по-детски. Соучастникам неудавшегося ограбления пришлось уносить пострадавшего на руках подальше от места преступления. Это кадры из Нью-Йорка. Водитель этого мусоровоза слишком беспечно попытался поднять мусорный бак манипулятором. Управляя им из кабиной машины, он не заметил, как вместе с контейнером поднял из камью, на которой сидела женщина. От неожиданного рывка та упала на тротуар. К ней на помощь поспешил виновник происшествия. Но встать на ноги пострадавшая смогла не сразу. Очевидно, что женщина получила ушибы. Дрифт шикарной тачки на крыше паркинга – это красиво. Особенно, когда водитель – аз своего дела. Этот на красном спорткаре подавал большие надежды. Но после двух эффектных управляемых заносов вошел в неконтролируемый поворот и вырезался в стол. Что тут скажешь? Выбирать место для красования перед камерой нужно тщательно, чтобы потом не сокрушаться из-за непредвиденных потерь. В этой ситуации водителя как-то не жалко. Жалко автомобиль. А на этих кадрах водитель грузовика растолкал очередь из автомобилей у пункта взимания платы за проезд. На юге Индии машина потеряла управление вследствие отказа тормозов. Собрала на своем пути две легковушки и небольшой грузовик. А потом врезалась в бетонный отбойник. Сообщается о пострадавших. Несколько человек были госпитализированы. Это видео из Техаса. Полицейская погоня. Чтобы остановить нарушителя, правоохранителям пришлось развернуть ежа. Полосу с шипами. Водитель это увидел и резко повернул руль. Это было большой ошибкой. Почему? Видите сами. Внедорожник преследуемого мужчины несколько раз перевернулся, а потом встал на колеса. Дальше задержание нарушителя оставалось уже делом техники. В Китае столкновение двух легковушек едва не стоило жизни женщине на мопеде и ее маленькому ребенку. Она посадила малыша на сиденье перед собой и стала отъезжать от магазина. Как вдруг в неуправляемом заносе с ней столкнулись два автомобиля. Один остался на дороге, второй врезался в витрину. А женщины с ребенком упали со скутера на тротуар. К счастью, мать смогла быстро подняться на ноги и взяла на руки своего сына. Малыш не пострадал. Оделался лишь испугом. Надо сказать, в Китае перевозкой малолетних детей на скутерах грешат огромное число водителей. Из-за этого каждый год на дорогах Поднебесной гибнет и травмируется много детей. Ульяновск, Россия. На ровной дороге лоб в лоб встретились Рено Логан и Польсваген Поло. Один из водителей выехал навстречку и после столкновения вылетел из салона своего авто. Сообщается, что оба пострадавших были госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии. А это столкновение с лосем. На трассе такого не пожелаешь никому из водителей. Владелец этой иномарки родился в рубашке. После удара животное проломило крышу и через лобовое стекло оказалось в салоне машины. К счастью, на переднем пассажирском сидении. Если бы еще 30 сантиметров вправо, водителя бы уже не считали счастливчиком. Искатель острых ощущений из Техаса поджег в небе свой парашют. Экстремал выстрелил в него из сигнального пистолета. В итоге парашют сгорел в полете, как комочек хлопка. На что только не решаются люди ради новых кадров и лайков своих подписчиков. Этому американцу план по привлечению аудитории на Ютубе явно удался. Глядя на видео, в какой-то момент показалось, что парашютист теперь упадет камнем вниз. Но нет. Хитрый Янкий выпустил запасной парашют и благополучно приземлился на землю родного штата. В США медведь разбудил мужчину, спящего на шезлонге у своего бассейна. Сначала хищник любопытно осмотрелся, полакал воды, а потом решил подойти к человеку и потрогать его за ногу. Лапой он коснулся его ступни. Мужчина проснулся и вскрикнул от неожиданности, а Мишка отбежал. Правда, недалеко. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Медведь как будто пытался понять, рассказывает Мэтью Бетте, американец, переживший встречу. Представляю ли я для него угрозу? Потом нехотя оглянулся и отступил. По-настоящему меня стало трясти уже после неожиданного рандеву. Что тут скажешь? Видимо, сытый Мишка забрел во двор к хозяину шикарного бассейна. И на сегодня это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь 4. Для вас работал Александр Гамоля. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова